какие минусы чиптюинга минусами чиптюинга могут являться только кривые руки если человек не понимать что он крутит то такой мотор долго может не проехать простой пример тупое задирание угла зажигания современных автомобилях углы зажигания практически на максимуме находится весь чиптюинг сводится к тому что происходит просто оптимизация всех режимов вот и все некоторые открывают прошивку особенно это касается моментных моделей открывает прошивку подымают тупо везде на 2 градуса угол зажигания и отправляют машину а по диагностике даже нет так сказать мысли чтобы перепроверить после чиптюинга автомобиль он даже не смотрит насколько угол зажигания назад откатывается по детонации каждый цикл каждый такт детонации откидывается угол на 2-3 градуса там есть диапазон к примеру 6-16 градусов зачем человеку делать такую прошивку которая постоянная едет на грани она постоянно на откате проще сделать угол зажигания на полтора градуса меньше и отправить автомобиль это будет гораздо лучший тюнинг нежели задрать его и ездить на датчике детонации представьте ситуацию человек едет у него сзади прицеп и в этот момент ну что-то случается в проводке там вода дождь ливень лед слякоть не знаю масло разлилась где-то там провода об выхлопную систему перегрелся перестал работать датчик где-то машина что с ним произойдет он домой не доедет у него просто перегородки посыпется после такого чипки на против такого чипки на я выступаю всегда за не знаешь спроси у кого-то не знаешь у кого спросить иди постепенно занимайся последовательно все хочешь поднять угол зажигания да ну ты должен перепроверить что ты сделал и стало лучше а не хуже хочешь поменять смесь поменяй посмотри правильно ли угол зажигания относительно этой смеси работает если не знаешь и не хочешь долгим путем идти ну приходи мы расскажем так сказать в виде типа рекламы сделал так дальше